и снова здравствуйте уважаемые дамы и господа специально снимаю руки мы сейчас потренируем все приемы которые связаны с кулаками с руками что мы делали просто на столе сначала соответственно приложили ладони к телу человека договорились с ним всего подсознанием ты и я мы с тобой одной крови про себя конечно слух это не произносить и дальше растирали дамы остальные какие очень простые движения поперек перед видными продольные для продольных растираний поставьте ноги пошире и развернитесь добавить мощности потом растирали ребра и ладони были такие приемы руки всегда работают друг против друга теперь инвертированное растирали когда мы ладони разворачиваем вот так это хорошо на круглых поверхностях только практически работает вот это вот перепонка наша и указатель палец с большим пальцем далее растирание было вот так теперь одну руку ставим открытую и вторая рука накатывает валик на против большого пальца большими пальцем теперь ставим локоть и накатываем так же крыше локтем теперь оба локтя положили они работают параллельно друг к другу далее пошел прием двойнокольцевой захват и тут все пальцы подают ткань указательный большой палец предполагаю что он разминает то есть подает ткань указательный большой палец по очереди выходит да можем вот так вот так да 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 вот это нормально ну или вот здесь сделали валик да и вот параллельно мышцы у нас по очереди уже вибрация да это же вибрация следующий прием это тряска осины ставим руку и с тремором таким пальцем пальцем так чтобы даже виду не было вот теперь прием кивок то есть тут тоже прямая рука почти ну почти прямая да все копки туда давим рукой делаем уголок такой вот так вот проходит мы все не отрывается получается без масла соответственно все эти приемы мы делаем в целях декомпрессии если например здесь таз человека тут голова да то в ту сторону да то есть все время даем вот туда декомпрессируем да постоянно растягивая постоянно растягивая позвоночник еще раз повторюсь вот этот удар но все эти вибрации они уже начались работа с костями мы действуем на реберно-поперечное сочленение по ним идем и декомпрессируем далее ну выжимка там все очень просто прижали руку вторую положили и плотно продавили два проходит то есть один туда и один подвышку другой подключится захватываешь и тащишь гонишь как бы волну гонишь все пальцы лимфу саму не отрываясь до чтобы она туда не выскочил затащить туда и называется выжимка представьте что это вот у вас не знаю шланг или что тут водой наполнена выжимаете пакет даже были с пакетом выжимаете надо туда тоже джем г понимаете далее переходим к кулачковым техникам то есть мы используем кулаки целиком да то есть, разминаем костяшками пальцев, вот этой плоскостью, это вот чашки называется, либо так, либо в стороны, по всякой моменте проходим по телу человека, да, с поворотами можно, вот этими костяшками, да, это были вот эти, теперь вот эти косточки с подкручиваниями, теперь вот эти косточки идут, да, но для этого мы руку раскрываем, получается лапа леопарда, то есть, как будто бы он поджал когти, да, и подушечками пальцев, его пальцы, а у нас костяшками пальцев, да, мы начинаем, ну, первое, это растирание, второе похоже на двойной кость, концевой захват, да, вот это делалось в тканице, да, вот за его ход, нажимаем все костяшки, все четыре костяшки, костяшки, да, против большого пальца, ну, как бы щипаем, да, ну, есть, кстати, прием для щипов, щипаем, следующий прием лапа леопарда, это шестеренки, попробуйте сначала поделась открытыми пальцами, вот так вот, как бы, сворачиваться в одну сторону, в другую, да, туда, сюда, а теперь костяшки пальцев, вот так же зажали, да, один, второй, то есть, мизинец, безымянный, длинный палец, каланча называется, и указательный, потом обратно, указательный, каланча, безымянный, мизинец, вот, потренируйтесь на столе, пошире ставить пальцы, пошире, да, поднять, сначала один пальцем, второй, третий, четвертый, по очереди, получается, попробуйте сначала руками, мизинец, зеленый, каланча, указательный, да, потом обратно, все прижаты, только один поднимаешь, да, это одновременно на двух руках, ну, взросленно-довременно, вот, где мы лучше всех получается, или на пианино раньше играл, у пианистов, у гитаристов, да, очень хорошо получается управлять своими пальцами, по очереди, я, вроде, на гитаре играл, но, сейчас, ну, как пройдет, но, попробуй начать с такого, вот, быстро, вот, потренируйтесь, какого-нибудь получается, дома это делать, да, потому что с лапа леопарда, там посложнее будет поднимать эти пальцы, они сжаты, лежат, лежат плотно и вот отсюда вот отсюда происходит прием такой, который называется шестеренка, та же леопарда, да, такой там по кругу, так вот, по кругу, так вот, по кругу, очень хорошо на акулых боковинах это все делать поднимаемся поднимаемся в ту и другую сторону раз, два, три, четыре надо, должно, так же, получить, так, чтобы вы чувствовали, вот, один палец пошел, второй, третий, четвертый раз, два, три, четыре, на голову, ты поднимаем ткань Вот, уголок нам один, раз, два, три, четыре. Музинец не забывайте о многих музинцах, где вас отстает и теперь лапа леопарда, но прием называется куриная лапка. У нас все пальцы вместе сжаты с указательным и расходятся в стороны. Куриная лапка это потому, что отрезанная куриную лапку там взять, наживу понажимать, она так раз начинает раскрывать свои пальцы. У меня четыре пальца у нас пять. Так, хорошо. Ну, практически вот все приемы мы будем либо крутить, либо шестеренки, либо с вибрацией стопы проходить, либо там, это все уже в работе поймем. Локтевой техники, ну, давайте попробуем так же сделать, да. то есть берем, подставим второй, параллельно с ним, то есть локти слиты в одну линию и ведем. То есть одна рука нижняя ведущая получается, вторая дает напряжение. Идем локтом в одну сторону и в другую сторону. Да. Второй локоть загнут вверх, загнут вверх. Сперва неважно в какую сторону, да? Ну, сейчас нужно. Сейчас у нас тела нету. И в обратную сторону можно? Можно в обратную сторону, да. Так же другую руку, да? Да. Ну, вот смотрите, если тело человека, например, лежит здесь таз, здесь голова, да, то нам надо будет декомпрессировать вверх. Соответственно, наши спирали идут снизу вверх. Вот туда. Видите, локоть под углом, 45 градусов. Вперед, вниз. Параллельно вышел к себе ближе. Ко мне ближе, да. Да. Тогда вот так будет. У нас высокое дерево. Да, да, да. Как дерево. Она вот так идет правильно. Ну, это да. Это вот еще одно правило. Если тут идет позвоночник, да, то с этой стороны мы рисуем, как у дерева, ветки расходятся в сторону, вот сюда. Да, 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 да. У нас спирали идут от позвоночника, да. С этой стороны наоборот, по изоположенную сторону. Тут получается по часовой стрелке, тут по по часовой стрелке. Относительно оси человека. Ну, соответственно, руками мы делаем разводку. Локтями в сторону, вот так вот, да. Нагибаясь при этом и соединяя свои лопатки. Ой! Хрюкнула, Асташ, что-то. Хорошо, хорошо. Это полезно от, собственно, себя тоже потенровать, отправиться от сколиоза. Локтями в сторону, где? В столе? Э-э-э-э-э. Меж лопаток. Клеишь все дни. Как говорится, сам себе в правил позвонок, да? Да, параллельно. Ну, техника роллинга, когда мы делаем вот эту вот подкрутку, да, можно просто прокручивать под силу человека, например, таз, я вижу таз, да? А человек растягивает вверх вот так вот. Как бы натягиваешь, да, постоянно его? Угу. Да. Растягиваешь. Вот одного как держат, ну, допустим, тут таз, да? Угу. И в ту сторону для деконпрессии ты его вот так. Да, вот так вот, в ту сторону, правильно. Да, вот как бы натягиваешь его. Угу. 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 Да, вот так правильно. Угу. Угу. Да, вот так правильно. Угу. Угу. Ну, дальше там просто уже нюансы пошли. Это когда вот мы берем, там, отстукиваем по человеку, да? Да. Вот так вот. Или упор сделали, да, в кость. И это уже работа с костями идет, да? А, в таросном. Да, в таросном. В таросном корне. Либо так подбили, либо вот так постучали, да? Ну, там помягче можно, да? Угу. 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 Ну, соответственно, там пальцами. Пальцами это все просто не будем сейчас проходить. С локтями практически все. Единственное, чтобы попробовать потренироваться, двигаться один локоть зажали, да, вот крепко держит, например, таз, да? А второй идет волной вот так вот растягивая, где компрессия есть, как можно дальше. Угу. 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 Вы, дорогие друзья, нас не просто смотрите, а лучше повторяйте все за нами. Можете промотать или остановить видео на том моменте, который вам нужнее для отработки этих приемов, да? А вообще рекомендую вам прийти на тренинг коллега Лапы Будвина и пройти это все на практике, на живой натуре. Не забывайте поставить на майки, подписаться на канал. И нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых полезных видео. Так, ну а мы это все перейдем делать на практике сейчас, как я говорю, на живой натуре, да? Угу.